Книга о открытым оком. Тема «Русская православная церковь за границей». Том 19. Вопрос 3286. «Неужели заграничные архиереи не видят, что в России нет никакого духовного пробуждения со стороны православных, а только храмы, храмы?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Для того, чтобы видеть, нужны глаза. А глаза могут быть тогда, когда человек уже родится. Заграничные точно такие же, как патриархийные. Они всю святость видят в канонизации, в храмах и потому тьму принимают за свет. В течение более 70 лет в наших заграничных церквах мы возносили молитвы, чтобы Господь избавил нашу страну от безбожной власти, а православную церковь от жестокого преследования». Наконец, после прославления новомучеников и исповедников земли русской к лику святых в 1981 году, советская власть стала отдавать трещины и через несколько лет рухнула. Она рухнула без кровопролитной войны. И в этом был перст Божий. Получив свободу, русская православная церковь занялась залечиванием многих ран, причиненных многолетним преследованием и вмешательством безбожной власти во внутренние дела церковного управления. Десятки тысяч храмов и сотни монастырей либо уже восстановлены, либо восстанавливаются на оставшихся фундаментах, а также из полуразрушенных церковных зданий. В такой восстановительной работе прошло уже 16 лет. Многие монастыри начинались с нуля. К примеру, возьмем Оптину пустынь. В 90-е годах стали приходить люди ради монашеской жизни или просто потрудиться. Монастырь был запечатлен мученической кровью. Какой-то сатанист убил троих монахов – иеромонаха Василия, иноков, Ферапонта и Трофима. Это произошло на Пасху после окончания богослужения и разговен. Господь принял эту жертву доказательством, чего засвидетельствовано много чудесной помощи и исцелений по молитве у их могил. Уже пришло время для объединения наших усилий на поле церковной деятельности для спасения русских людей. Наш митрополит Владыка Лавр понял это еще несколько лет назад и вместе с другими преосвященными положил начало в деле уврачевания существующего церковного разделения. В течение этого времени были образованы комиссии, труды которых я лично считаю весьма удовлетворительными, так как они подготовили почву для успешного проведения 4-го всезарубежного собора, а также и архиерейского собора. На этих соборах было подтверждено, что время примирения Русской Православной Церкви настало. Алипий, архиепископ Чикагский и Детройтский, 13-го по новому стилю 26-го октября 2006-й год. Иеремия 7-4 Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Он стоит предраскаленным горном, невысокий старый человек, взгляд спокойный и кажется покорным от мигания красноватых век. Все товарищи его заснули, только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, что меня землею разлучит. Кончил и глаза повеселели, возвращается, блестит луна. Дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена. Пуля им отлитая просвищет над седою вспененной дивной. Пуля им отлитая отыщет грудь мою. Она пришла за мной. Упаду смертельно за тоскую прошлое, увижу наяву. Кровь ключом захлещет на сухую, пыльную и мягкую траву. И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серой невысокий старый человек. Николай Гумилев, 1916 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok